приветствую всех самых ул дым и до вас не обманывает зрение это день у ордер наконец-таки решил туда заглянуть ну да на удивление я не стал играть за нашу за россию зайти насколка из из не за один из осколков россии хотя бы поиграл бы например вот якутия меня не не якутия вот амуня ямур во этот самое забайкальское княжество меня интересует конечно но я решил что мы просто все уже обсосали россию третий рейх третий рейх обсосали просто всех все кому не лень все кому не не лень уже обсосали почти все осколки россии почти все пути засняты а вот испанию британию хотя не британию кажись записывали но испанию контент за испанию я не видел он не видел что кто-то снимал еще кстати контент за тура за не мексику вышел на кажись там вообще нет ни одного фашистского или подобного пути я не видел ничего там говорящего о том что можно будет сделать какой тотальный триньдец интересный а играть за каких-то социал-демократов и либералов это будет совсем скучно так что я решил такой вот там такой вот хорошую вещь выбрать как иберийский союз вообще какая предыстория у нас ну по факту какая после вообще во время второй мировой когда адик начал всех хорошенько так разматывать одного за другим мы хоть конечно и были у нас были хорошие отношения по причине того что ну как говорится нам все-таки помогли прийти к власти именно немцы же своими со своей эскадрильей и добровольческим танки вам корпусом но как говорится после того как ади подмял под себя всю европу он решил ну начал топтать своих же союзников турцию италию и нас он послал куда подальше мы конечно под конец второй мировой когда британия вообще полностью ослаблый не могла дать вообще какой-либо отпор забрались и гибло артар гибло артар забрали себе ухватив его под свой контроль и когда вот ади а посток окончательно оде под дядя подчинился всю европу он полез лет полез уже к португалии и начала пытаться отобрать ее колонии и и колонии ну и да потом салазар уже увидев что к чему это приводит что дядя где может легко сейчас их нагнуть побежал плакаться товарищу франка и предложил образовать союз объединить государство и перейский союз хотя этого салазар делал с крайне непри неприятным чувством мы это нереально не хотелось но угроз угроза германии прям хорошенько его вот это вот это действие подтолкнула тянет его это крайне сильно к этому подтолкнуло и иберийский союз сформировался мы и вот так вот образовался такого возродилась старая старое государство точнее как как испания наконец-то завладел окончательно иберийский полуостровом хоть это уже не испанское не есть не испании испанская империя нас хотя конечно эти а дядя все равно нас хорошенько потоптал потому что когда мы работали на таким проектом атлантропа это такая вещь они решили построить прям на гиплортаром вот тут самая настоящую дамбу чтобы просто запитать осушить территории сама средиземном честь как-то до средиземноморье среди аж сушить но вместо процветания это привело к разорению прибрежных городов италию это еще сильнее подбила италия конечно какие территории смогла себе получить но от осушения но по факту она получила только головную боль как и мы ну и отчасти вообще провал проекта был том что дядя одет даже сюда залез и заставил нам передать передать ему под контроль этот проект ну и облажались вот такие вот дела и постово именно и италия с и турции которых также дядя одя кинул куда подальше увидев боясь опять таки оказаться под собаком кир под сапогом рейха решили объединиться все черноморские государства после коротки фиаско с атлантропой объединились в единый союз конечно основателем его было испания и объединили мы вот черноморский союз хотя честно говоря наш союз это знаете это как оргия псих а точнее не оргия психбольницы это а как отношение насильника и проститутки конечно странно странное определение но по одной части даже схожие потому что мы хотим порвать друг другу глотки очень сильный и вообще по факту когда германия сейчас находится не в лучшем состоянии и наши союзники просто ждут в удобного момента чтобы нахрен послать этот союз к чертям мы конечно можем попытаться как говорится как-то его сохранить но я сомневаюсь потому что чтобы его сохранить нужно будет всем этим собакам идти на огромное количество уступков и италии тоже придется и турции возможно а это если хотя бы одна собака откажется идти на уступки по факту наш союз может нафиг развалиться ну и по правде если развалится пошли они к черту у нас своих проблем хватает потому что после конечно часть развития мы вообще были такой прям централизированной изолированной экономикой которая пыталась сама себя обеспечить но после объединения салазар и его правительство благодаря хорошим связям связи с сша связи португалии соединенных штатов у нас началась хорошая торговля и такая ослабление контроля государства над экономикой все прям шло хорошо до того как у нас произошел заговор заговор если ничего не буду подожди как его звали муссионе гар грандаса если ничего не путаю подождите у нас тут сейчас надо вспомнить вообще есть такая вещь как так это нужно вот справочник экономики он нам даст а нет список лидирующих стран а нам он пока что не найден мы в трех кстати пятерки кажись сидим как государство да нет ни хрена мы чё ёпта ну ладно я погорячился мы ни хрена мы кажись даже не в десятке мы даже не в десятке стран лучших короче говоря да вы сами видите мы в крайне пренеприятном состоянии находимся ну короче после заговора товарищей которые желали восстановить в независимость португалии кстати говоря в этом был замешан собака салазар антон неоди салазар который тот еще та еще тварина ну по факту из то что он хотел все таки желал развалить наш эперийский союз но этот заговор был пресечен потом еще был потом еще и наши товарищи старая гвардия пытались расшатать лодку и они до сих пор хотят расшатать чтобы прийти к власти желая вернуть старый фашизм так как как они считают франк уже не тот пора омолодиться и снова пойти по пути настоящего жесткого хорошего фашизма так слово я не поддерживаю фашизм это все отыгрыши чисто слова я не поддерживаю фашизм и его осуждаю ничего такого вот и короче наша страна находится в крайне пресном положении чем мы будем делать у нас кстати говоря есть все таки влияние как ни странно за пределами нашего шарика именно вот это а именно домика не доминиканская республика но она держится на таких шаплях что ну ну она держится на таких шаплях что пипец там постоянные восстания и постоянно приходится их подавлять и не факт что наш режим диктаторский режим там удержится так что тут тоже нам надо как-то удержать и наши колонии где туземцы уже крайне бунтуют бунтуют и не желают подчиняться так еще и конфликт из италии которая хочет ухапать наш кусочек алжира хотя конечно у нас будет шанс и свои возможно отхапать у италии этот весь кусок алжира но это все под вопросом вот примерно я кажись обрисовал всю картину нашей ситуации теперь нам надо будет выбираться из этой жопы ну и к тому же еще и клавировать между двумя каудильями а именно франк и с лазаром которые тоже желают прийти к власти я никак я пока что никак влиять на этот расклад сил не буду так как я не знаю к чему что приведет то что мы еще не даже не решили чуть делать так что примерно так все выглядит я сделал такое описание так как все пришел описать так все равно видеоролик будет очень долгий ну все давайте борьба за власть объединение бера иберийского полуострова всегда была трудной задачей чтобы предотвратить раскол нового государства от социальных и политических вопросов оба лидера старых оба лидера старых государств договорились равно разделить власть и оба они стали каудио ага агнонцами божьими посланными спасти иберию хоть это так но ни один из них не доволен текущим положением и они оба постоянно борются за власть велье и влияние для этого они притягивают интерес различных групп от военных до тузем следовательно постоянно меняющаяся политическая арена это поле битвы в котором ни одна страна не допустит окончательного контроля над битвой франко де-факто станет головой государства ну да тут франко сейчас у нас у власти но я ничего делать не буду помогать салазару или франко я не буду так как тут непонятно чем так что ставим сюда первый фокус бизнес марокко возьмем этот фокус потому что он ввп в марокканской регионах увеличится на 2 процента кстати говоря идет только развитие нашей кайлоне но пока что разберемся с марокко марокко это наша главная развитый регион франко и большинство испанских генералов колонию марокко считали жемчужиной империи на сегодняшний день марокко является самой развитой колонии которая которая обладает иберия до начала второй мировой войны марокко существовало в качестве испанского протектората который контролировал только небольшой клочок территорий на севере и пару анклавов на востоке колония была расширена и в конце второй мировой войны после того как испания аннексировала французские протекторат протектораты в африке с тех пор в марокко появилось множество предприятий колония начала приносить доход мы должны и дальше развивать марокко чтобы колония продолжала приносить доход нашей нации примерно все так армию и все я уже пораспределял и примерно вот вам доклад по экономике пока что пусть время тикает пусть пока что время тикает вот примерно наш доход по экономике у нас большой дефицит но как говорится пока что пусть он будет это не сильно нас убьет у нас довольно большой средний потолок долга и кстати говоря он кредитный рейтинг растет чем выше наш кредитный рейтинг тем до идеала мы кажись не доберемся никак как я понял а у нас а и стал ту столько у соединенных штатов они могут наращивать свой госдолг хоть до бесконечности а вот на максимум да отлично можно будет добраться но чем больше наш потолочек тем больше мы сможем долгов все нахапать и наша экономика не будет жаловаться вот по этому поводу так секунду теперь такое программа по развитию инфраструктуры на 1962 год так давай и вот наша наша промышленность кэш переживает не очень хорошие времена кстати говоря о ёпта да нет неплохо так вот так вот примерно так оставим я думаю да примерно так надо будет писать потом потратить палит власть и увеличить товар народном потреблении потому что это увеличит рост нашей экономики надо убираться из той задницы в которую мы забрались с наступлением нового года у нас наконец-то появилось время обнародовать новые планы расширения инфраструктуры начало будет ознаменовано лишь незначительными улучшениями для создания фундаментальной основы для более крупных более всеобъемлющих планов новой экономической структуры в союзе поскольку кульминации проекта этого года стало строительство нового второстепи 2 в новой второстепенной дороги во внешнем мадриде каудилио франко проявил к этому строительству удивить удивительный интерес сообщается что он регулярно посещал различные объекты и с большим вниманием осматривал работы оптимистичные чиновники союза похоже попу пропустили мимо ушей последующий ропот охвативший часть португальского общества при известии о планах дороги по многих регионах страны остро нуждаются в ремонте финансирования и дорожных работ состояв из сотни километров от них нуждаются в ремонте и финансирование дорожных работ сотнях километров от них от них от них кажется в лучшем случае неэффективным а в худшем халат однако те кто участвует в проекте по-прежнему ни на день не теряют уверенности что его завершение не будет иметь никаких препятствий благодаря тому что крупные контингенты сил безопасности будут размещены специально для наблюдения за сепаратистскими территорий что еще более важно они признают потенциал которые 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 начало этого проекта может иметь для инфраструктуры всего союза португальцы кстати да еще да чуть не забыл там кстати не говорилось но наше государство это буквально пороховая бочка мы по факту австро-венгрии потому что у нас куча сепаратистских настроений они просто сейчас подавлены конец аутенского кризиса много лет многонедельное противостояние между японскими и американскими флотами в районе атлантических аулей а улите аулетских островов сегодня подошло концу поскольку обе сверхдержавы начали запланированный вывод войск из северной части тихого океана план разработанный при посредничестве президентом мексики лопеса матеуса также призна призывает вашингтон освободить японского пилота капитана оса оса чей захвата над водами сша и вызвал этот кризис несмотря на предотвращение конфликтов рождебность между двумя сверхдержавами еще остается на высоте невиданные со времен второй мировой войны заявление токио о нарушении договора демилитаризованных островах остались без ответства как и требование вашингтона провести официальные извинь принести официальные извинения и компенсации воздушное столкновение близ а ту от ту от ту и многочисленных пред пред предупредительные многочисленные многочисленные предупредительные выстрелы которыми обе обменялись стороны служат суровым напоминанием о том насколько близок ядерной войне был этот мир ядерная война предотвращена над лик разгорается с новой силой кстати говоря я за японию я тоже хочу сыграть то что японию и испанию вообще все оба обходят стороной прям полностью а о новая волновая промышленность прибыла так вообще по факту все вот так вот примерно нам и надо распределить наши ресурсы нам хотя бы вот так чтоб все производилось хотя бы чуть-чуть ну и мы производим еще и линкоры потому что наша в наш флот я думал мы будем хороший с тобой державы да нихрена наш флот это терп долбаные блин эсминцы кстати давайте еще вот что сделаем надо все-таки нашу армию под командование кого-то уже поставить вот чье-то командование давай ставим о 12 только у нас есть танковые дивизии кстати их надо будет отправить потом на поддержку других правительств если мы этого захотим потому что терять свои позиции не хочется в южной америке как точно уж хочется заиметь побольше влияние это дополнительные бабосики будут почувствуем себя говорится империалистом мне даже нравится подоб так честно говоря такая скорость очень бесит но честно говоря знаете чего данное прохождение будет теперь с паузами так что так как я все вам обрисовал и вы более-менее вы видели все показатели на я теперь она будет вот такими с вырезами будем видео будет с вырезанными чтобы доходить только до важных ивентов так чист прочтем давайте мухаммед 5 умер в конце 1961 года и вскоре после этого марокканский трон занял его сын хасан 2 несмотря на то что мухаммед был подчиненный бери он был человеком большого ума и чувство чувство выживания играли и чувство выживания играл с нами как с марионетками сумев накопить большую власть для марокканской короны теперь когда его сын марокканский король некого его сын марокканский король некоторые члены правительства опасаются что он может пойти по стопам своего отца и маневрировать чтобы добиться большая власть вот почему они предлагают чтобы пособие которое правительство дает марокканскому королю пересматривать пересматривается сокращается чтобы уменьшить полномочия монарха будь то за счет меньшего количества денег для более сильного перехвата его влияние нам даже наша марионетка король нас не слушается ну как обычно папа и винтик адвард гитлер получил сегодня по телевидению бурные аплодисменты когда объявил что рейх успешно победил америку и японию свои гонки на луну абхарда кельнер используя ракету основанную к на конструкции а 9 а 10 времен второй мировой войны в качестве члена команды возглавляемый известным ученым вернером фон брауном успешно приземлился на луну прямой фир высадки трансферился в нескольких ракурсах и тысячами сделанных снимков торжества разгорелись по всей германии то время как америка и япония объявили что они продолжат гонку и что не закончат и что и что она не закончится просто тем что один человек приземлился на голый камень новость получила неоднозначную реакцию в иберии и кого деле файл франку опубликовал короткое и лаконичное заявление в ответ слухи из его слухи из его ближайшего окружения гласят что все члены правительства были очень недовольны тем что союзу только предстояло разработать но такую технологию были очень рассержены тем что немцы высадились первыми уже несколько аналитиков начали высказывать сам сказать сомнения будто немцы инспирировали вы для пропаганды теории заговора предостаточно гонка еще не закончен кстати говоря мда международный рынок вот примерное расстояние от сферы ядерный арсенал кстати говоря у нас ядерного арсенала вообще нет а нет у нас только а не у нас вообще нет ядерного потенциала мы даже не можем на хрен его его запустить чтобы всех взорвать на тут только италия вон находится вон клики таких средиземноморья мы вообще не входим в эту в этот пус в эту тусовку никому не нужны на это жестоко а в космической гонке мы такие же лохи дам последнее завоевание рейх но это уже мы читали так что космическая гонка но космическая гонка разумеется не выгодна мы еще возьмем свою дам дядю адиум со диориа фокус закончен теперь нас туземцы любит чуть меньше но пока что все более-менее стабильно так что ладно дядю адию шлепнули из японская разведка а японский агент хэмпайн тайка глазят газета сделал сделал покушение на дядю адю и скоро дядя адя умре скоро дядя адя сделает сделает в ящик но разумеется мы знаем кто организовал покушение кое-кто очень безумный кое-кто кто думает о себе слишком много и хочет всех на хрен взорвать но нам даже это выгодно чем быстрее германия нафиг развалится тем нам лучше хотя бы угроз не будет если конечно долбанный приспешник если гиммлер каким-то образом не получит ядерное вооружение и не взорвет всех такс племенной реестр несмотря на то что марокканское побережье довольно урбанизирована внутри колонии есть много маленьких изолированных деревень кама караванов которых живут люди в которых люди живут в суровых условиях сахарской пустырь нормальная подучетность в этих регионах затруднена из-за чего каждый год проводится племенный учет несколько бюрократов ездит в эти отдельные поселения чтобы заставить их жителей платить ежегодные налоги а также следить за их состоянием здоровья в случае необходимости власть могут оказать им помощь короче дам еще какие-то строительства о придется событие светнику крепость айнчайр ну хорошо так стабильность покажешь хорошая у меня продолжаем наблюдать ситуации посмотрим что будет дальше опаньки предложение по внешней мандритской дороге не удивительно что новый франк фрага флагманский инфраструктурный план попал в ту же проверку на выживаемость что и большинство других политических предложений как только обе половины вечно ссорящих сайт вечно ссорящихся союза суши половины вечно ссорящихся союза получили доступ к информации о них дневные счеты и не пред не прекращающиеся телефонные звонки в министерство внушения дел мадрида носили один и тот же посыл отказ от плана начать строительство предполагаемого шоссе за пределами испанской столицы до какого-нибудь пустяка дело в том что используемые инструменты не совсем адекват адекватны с точки зрения национального происхождения это препятствие потенциально может заморозить иберийскую внутреннюю ветви правительства если если она не будет действовать устранена таким образом мы должны рассмотреть варианты продвижение вперед подкупить их подходящей дорогой в лиссабоне использовать больше португальского оборудования ням 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 а что будет лучше подкупить их дорогой в лиссабоне или все-таки взять их оборудование ням давайте подкупим их оборудование брать не будем потому что что-то мне кажется что это влияние ему величество короче говоря мы сейчас играем в такую слепую ой такую прям слепую слепую играем это прям игра в слепую вечно игра в слепую надеюсь мы не подорвемся на этой чертовой пороховой бочке да так вот наш первый этот ивент прошел фунду вот он ай чар среднековой крепости ай чар так ладно по поводу внешней мы побудем давайте сначала прочтем и вент средневековой крепости ай н чар погода в марокко на удивление может быть довольно приятный альфон со привык умеренному теплому утру по дороге в офис как он был рад вести переписи в это время года они падут ушай удушающим жарким африка потому что удушающим жаром африканского летнего солнца течение четырнадцать четырех часов он ехал на своем бургоне на юг самое сердце сахара здесь не было дорог только километры неразличимых дюн дюны могли сливается вместе здесь легко было сбиться сбиться стол это на это был здесь не просто так он вырос в этой пустыне и что и что еще более важно он был курин им жителем даем это моза и ама за это это были действительно отдельные земли почти не тронуты древних времен и все говорили на своих языках он там закричал эйдон с этом да это на заметив в бинокль каменную башню возвышающийся над дюнами поехав подъехав ближе они обнаружили старую обнесенную стены и древнюю деревню айн чар его здание из песчанника словно прибыли сюда сразу и средневековье когда ибиры приблизились небольшая группа скотоводов приготовилась покинуть город и глаза расширились при виде таинственной машины которая теперь стояла перед ними ритм ее двигателя остановился когда альфонсо и эдон вышли а грузовиках и когда альфонсо и эдон вышли ритм ее двигатель остановился когда альфонсо эдон вышли а грузовиках и никто не слышал а большую часть новостей о европе приносили сюда торговцы пожилой мужчина подошел к машине повернулся к альфонсо и спросил ваус франкиас боже прошло много времени с тех пор как здесь были европейцы это усмехнулся и что-то сказал мужчине вы там азии это вы там азикте мужчина смутился ответил по-арабски этот задал задал вопросы и передал ответы местных альфонсо группа состояла из 46 мужчин женщин и детей большинство говорили только на то-то болте добавал это балдите языке о котором не альфонсо не это никогда не слышали несколько мужчин говорили по-арабски или по-тамайзайски чтобы торговать в азиасах прошло много лет с тех пор как как кто-либо из них лично встречался с европейцем они даже не слышали что французы уже покинули морок альфонсо подсчитал всех мужчин женщины с детей в группе тот день независимости от языка нации и расстояние от дорог все будет отображено в колониальные переписи из 1962 года не будут не будет мест куда не ступит нога человека нам такая вот интересная ситуация у нас просто так приглядываем за туземцами которые даже в большинстве своем даже о нас не знают но кстати нам это и выгодно главное пусть они нам деньги платят и просто там сидят делаю себе дальше что хочешь ну пока конечно нам это не будет интересно и кстати гитлер назначил своим преемником мясника хоть я конечно понимаю что это нихрена ему не поможет потому что играть за него это морока хоть он выберется преемником хоть нет ему не поможет но блины мне странштовато потому что если он победит по факту беру триндец если он победит тут уже придется как говорится использовать щиты потому что перезапускать мир из-за того что этот победит каким-то образом не очень хочется да ладно не будем о плохом постройка новых портов провинции ифни один из самых важных портов на территории марокко ифни имеет как военно-морскую базу так и середины 1950-х годов значительный торговый центр сколько он и является одним из немногих портов которыми владеет иберия в атлантике и который не перешел в негодность из-за талантропы количество конвоев и контейнеров прибывающих сюда со временем только увели со временем только увеличивается и уже несколько раз потом портовым властям приходилось перенаправлять сюда по вторости во второстепенные порты потому что и финн был загружен на полную мощность правительство решило значительно расширить порт в качестве ключевого элемента в экономике марокко чтобы пропустить больше судов и следовательно увеличить объем торговли дамы и новое вооружение для гарнизона это улучшит мнение о франко военных ну ладно ну а дальше так продолжаем пока что ивентов тут я не вижу да ивентов нибудь хотя возможно и будут ну ладно короче продолжаем наблюдать и надеемся что в германии гейдрих все-таки не победит иначе это будет триндец мы тоже там новое государство старые каудилио хотя на публике антонио антонио ли оливера салазар был харизматичным человеком в частной жизни он всегда был за замкнутым и временами за творче затворническим человеком он никогда не был женат и не имел детей когда он не когда он не встречался с франко или другими политиками он был обычном один своей резиденции и по объединению империйских островов находилась посольство потрук португалии в мадриде его служанка мария джизу звезу 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 женщина слишком влюбленная в салазара чтобы оставить его несмотря на то что знала что каудилио не испытывает к ней из тех же чувств что и она к нему была его им была его единственным близким другом пока сара за 4 книгу в и своем кабинете мара наводила чистоту и в уборной уборной в ожидании гостей это было слабо случить для каудилио его старшая сестра мария дэрис тага рис гайры сгаты салазар ли оливьера салазар для оливьера была сегодня в гостях первые за четыре года салазару марл за четыре года впервые за четыре года салазару мало кто нравился еще меньше людям он еще меньшим людям он доверял он никогда не сомневался в своих сёстрах каудилио открыл дверь поприветствовал свою сестру и трех ее дочерей теплыми объятиями боже они так подросли подумать только его сестра сейчас была хрупкой пожилой женщины лет с восьмидесяти у его племянниц были седые волосы и гораздо более заметные морщины чем при их последней встречи какие прекрасные года они провели вместе когда они сидели вместе в гостиной и в разговоре возникла пауза один из гласа племянница загорелся антонио я забыла тебе сказать да антонио антония беременной я думаю что ты будешь твою родным дедушкой ох как быстро время летит такой милый вообще момент неплохой такой момент отечественным говоря даже и чисто ремарочку хоть конечно я всегда был противником подобного именно так скажем авто это по факту был про против любой диктатуры кроме разумеется диктатуры пролетариата так как вот подобные государства с жестким государственным контролем но под контролем по факту военные хунты с несменным диктатором это тотальный ужас если даже посмотреть на южную америку это что например натворила такая военная хунта в чили вообще во всей южной америке в огромном количестве стран такие хунты были которые были либо просто кровавыми либо просто а некоторые даже людоедские всех их покрывали но все равно говорится и зря говорят что вы лидеры лидеры могут быть и не такими если смотрите на них вне политики они могут казаться даже и такими уж и плохими николай тому примеру николаю 2 который по факту крайне был крайне спортивным царем одним из таких прям самых спортивных он хорошо плавал общался он был крайне общительным и таким прям харизматичным в некотором плане но как ни странно это хоть и хорошие черты но то что делает так как он является такие люди являются руководителями стран они их действия влияют на все население а действие николая ну они явно показывают что как минимум как управленец он он был крайне него на высоте своего полета оба афальт асфальтовая смесь база планирования нового структурного проекта снова остановилась на стадии выбора ресурса и за споры начавшегося после того как довольно резкий португальский государственный служащий заметил расхождение португальских и испанских материальных норм в отношении асфальта бетонных смесей существует вероятность того что она может разрушить дорогу если дальнейшая работа будет продолжаться без какого-либо вмешательства учитывая что это будет скоординированная работа между объеми членами союза то по пропагандистскими пропагандистским соображением важно чтобы это было сделано правильно с другой стороны это всего лишь дорога более крупные проекты уже на горизонте и будет гораздо лучше способствовать стабилизации иберийского единства как мы должны действовать давайте обратитесь к федеральному закону о дорожном строитель а дорожно строительных материалов потому что ну я очень не хочу чтобы этот проект сорвался хотя бляхому как же у нас плохо все спалит властью ёпта нам надо что-то выбрать что даст напалит власть хотя бы что-нибудь ё-моё нам бы где-нибудь палит власть получить бы да нихрена тут нигде и не получишь да да неприятном но продолжаем посмотрим что дальше будет так новость снаряжение для гарнизона колониальная армия была тем местом где многие сегодняшние высшие командиры начали свою карьеру включая самого франка она также была ключевым элементом в разгроме коммунистов во время гражданской войны в испании и храбро сражалась против мавританских прав станцев в 1950-х годах по сей день это первая линия обороны от любых возможных захватчиков которые могут нанести первый удар по колониям которые которая также отвечает за поддержание мира на наших территориях за пределами гибралтара гибло гибралтара как таковая так таковая армия должна быть хорошо оборудована во все времена хотя последние несколько лет снаряжение не хватало из-за плохого управления бюджетом колониальные офицеры будут рады услышать что их парни получат совершенно новые игрушки также такие же хорошие когте которыми пользуются войска полуострова это улучшить мнение военных о франко кстати говоря мнение о франко военные в большинстве поддерживают франка так они большинством будет в большинстве поддерживает франк они будут полностью поддерживать а вот бюрократ и за салазара Ну, честно говоря, мне не очень хочется поддерживать Франка Точнее, Салазара Так как он, как говорится, яшкался с Соединенными Штатами А как-то с ними сближаться мне как-то не хочется Вот вообще Я, конечно, и с Рейхом сближаться не хочу Потому что, ну, блин, это очевидно, что будет Если мы попытаемся с ним сблизиться Он нас снова начнет топтать сапогом Ням Так и прям в наковальне находимся, прям под наковальней Так еще и наши союзники на нас поглядывают с хищницким интересом Фокус продак Да, в Кубе победил Кастро Хоть, конечно, он практически никак влиять не будет Жаль, конечно, что в Кубе не сделали никаких фокусов Хотелось бы иметь, чтобы он, как говорится, был Были фокусы у нашего товарища, кстати Ой, у него тут Бок и Трухилио Баренхим И то стабильность, минус и рост ВВП Тихое восстание Ой, поддержка патернализма, либерализма, социализма Да, неприятно Совершенствующаяся армия, кстати, неплохо И конфликт в Испаньоле Поддержка войны Ну, неплохо Жаль, у них нет никаких фокусов Было бы интересно поиграть за товарища Кастро И нагнуть Америку Хотя, блин, что самое ироничное он в УСН Точнее, он партнер УСН Ну, хотя, как говорится Если уж хотя бы Кубу не душат санкциями В этот раз США не стали его душить Как говорится, любой товарищ ей друг Тут еще Канада, кстати У нее тут острова есть Ёпта Но у нее тут островов-то не много Неплохо, так островов у нее Британская Гуандара Ё-моё До сих пор существует Колониальный вакуум Да Интересно бы, когда наконец-то дадут уже фокусы Канаде Потому что, блин, было бы интересно вернуться в Британию После стольких лет Ну, да ладно Куча вещей А, блин, они, блин, делают контент для Мексики И, думаю, еще тысячу лет будут делать контент для какой-то еще жопы мира А жир, который Салазар считает жемчужиной колониальной империи Является последним предприятием О котором Империя приняла участие В условиях хаоса во французских колониях Последовавших за окончанием Второй мировой войны Итальянские и имберийские войска ворвались в Лжир Хотя было ясно, что обе страны хотят создать колонию для себя Французы никогда официально не передавали им власть Поскольку считали, что Лжил был такой же неотъемлемой частью Франции, как и Париж Однако, с военными ограничениями, наложенными на Францию немцами Она не могла должным образом требовать что-либо за пределами Алжира Но, несмотря на то, что французы не позволили защитить свою колонию Немцы также продолжали признавать свои права на нее Теперь, когда Франция стала лояльным немцам Лояльным немцам-марионеточным государством Ни Рим, ни Мадрид не осмелились претендовать на Алжир Вместо этого каждый из них начал посылать поселенцев в районы Плияния обеих стран в этом регионе Чтобы начать обоснование своих претензий на территорию На, короче говоря, мы Алжир, по факту Хотя большая часть, конечно, Италия контролирует Но я хотел бы, чтобы все было наше Волнение среди местных Поскольку на территории обосновалось подавляющее число португальцев Коренные алжирцы решили протестовать против действия режима И в целом доставили нам много головной боли Это проблема, которую нужно решить тем или иным способом Португальские репатриаты Фактор военнообязанного стабильности и поддержки войны Присутствие региона Испанский регион был отправлен для защиты своих португальских братьев Когда они переселились на эту территорию Однако наиболее важно то, что они были задействованы для управления территорией Отсутствие французской власти В отсутствие Он остается преобразующей политической военной силы в этом регионе Контролирует многое из того, что происходит в регионе Да Интересно, кстати, кто все-таки этот алжур разберет Но, надеюсь, немцы, я думаю, точно сюда не сунутся, к счастью Пока что да Как минимум, если там у власти Гейдриха Он точно не будет думать об этом Так, вот он еще один ивентик Но я думаю, на этом мы закончим Так как довольно много времени прошло Пора подводить итоги Но давайте ночи на Мальте Что если что-то все-таки произойдет Что тогда беспокоено Бра-бра-мяукало на лицо Америку Тамаша Ничего не произойдет У нас все будет хорошо Конференция была запланирована За несколько месяцев до того, чтобы До этого, чтобы собрать лидеров трех великих стран Средиземноморья задним столом Кто такой Америку, чтобы сомневаться в своей безопасности Франка иногда мог быть ужасно упрямо Но это Это было просто глупо Это было бы Это был бы первый раз в истории Иберии Когда два Каудильо одновременно покинули полуостров Тамаш Тамаш пытался скрыть свое раздражение Мой Каудильо При всем моем уважении Вы смертный человек И даже если вероятность того Что что-то произойдет Пойдет не так Вся Аберия может быть уничтожена Если что-то случится Мы посылаем с вами телохранители И они все будут Всегда будут с вами То же самое относится и к Каудильо со Лазару Послушай, я не хочу Каких-то 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 пред Прошу прощения Я не хочу, чтобы что-нибудь Кто-нибудь наблюдал за мной Пока я, черт возьми, сплю Это только для вашей безопасности, сэр Ням Да, ситуация неспокойная Если даже охранка, блин, всячески боится того Что нашего товарища Франка прибьют Это, кстати Ну, нам И что-то Что же будет на Мальте У нас прям на Мальте будет конференция Интересно все-таки Как она пройдет и спасется Или наш союз Но это мы узнаем уже В следующей серии Ну так, я думаю Пора уже заканчивать Уже довольно долго прошло Это такой тестовый видеоролик Посмотрим уже Что там дальше будет уже В следующей серии Посмотрим Сможем ли мы сохранить Троим Верат И что же будет на этом заседании Произойдет ли что-то плохое в нем Продолжим пытаться Развивать нашу страну И не развалиться И надеяться на то, что в Германии Не победит Гейдрих Потому что если он победит Это будет просто ужас Просто ужасный ужас И надеюсь Наша парочка Гейская парочка Дедов не разорвет Друг другу глотки И вместе с этим страну Потому что Я сомневаюсь Что возможно Как-то все-таки Их урегулировать Их конфликты Чтобы они жили Существующие Очень я сомневаюсь На этот счет Это то же самое Что с нашими союзниками Сейчас Вряд ли у нас получится Хоть как-то С ними Поработать Как-то с ними Урегулировать все Пишите комментарии Предлагайте игры Для прохождения И кстати говоря И пишите Также Возможно еще страны Которые вы хотели бы увидеть Даже если Кстати говоря Эту страну Уже много кто играл Предлагайте Я в нее все равно Поиграю Если вы сами Предложите И Скажите сами Как вам нравится Вот такой вот Момент Что я теперь Обрезаю большую часть Всего времени Кроме ивентов И читаю только ивенты Ну что Просто сократить время Потому что Большую часть Всего времени Тут все равно Ничего не происходит Так я думаю Буду делать и в других Видеороликах Но если Если вам не нравится Подобное Просто скажите Я все изменю И так же Насчет новостей Скажите Читать мне новости Все Или только те Которые связаны С регионами Где мы будем Скоро Творить Всякий беспредел Это все Я Выслушу И Приму к сведению И Изменю формат Подобных Видеороликов По Хойке Надеюсь Вам нравится Что теперь Хойке Чуть больше И больше Интересных Модов По ней Ну и разумеется Новеллы от этого Ничего не потеряют Заглядьте В описании Там будет ссылочка На мой дискорд сервер Рутуб Так Подписывайтесь Туда Потому что Это так мы Хотя бы не потеряемся На рутуб Я Снова Я скоро Еще Перенесу Практически все Оставшиеся видеоролики И они там тоже Появятся Так что Давайте Не стесняйтесь И Переходите По ссылочке Там есть Дизайн Группа Крайне хорошего Дизайнера Который Делал нам Шапочку И логотипчик Если вы хотите Также начать Путешествие По берегам Ютуба То Добро пожаловать Туда Бесплатно За Небольшие Деньги Вы сможете Получить Хорошую Работу Под Тематику Вашего Канала И Не забывайте Жадных Подписаться На колокольчик Такое Новых Видео Знайте Пополните Нашу Большую На все Такую Же Крепкую Семью И С вами Конечно Не прощаюсь Скоро Увидимся Дамы И Господа